Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Поэтому переходите, подписывайтесь, давайте вместе добьем 30 подписчиков. Мне будет очень приятно. Ну что же, мы продолжаем с вами. У нас первый сезон карьеры за вратаря. Сегодня у нас февраль и март на ходу. И первый у нас же матч. Домашний игра мы против Шальки. Они идут на 11-й строчке. Харват будет включен в резерв в сегодняшнем матче. Так, что это значит? Мы на скамейке запасных, поэтому начинаем с просмотра. Вот, сегодня у нас Артега Морена на воротах. Вот такие вот составы. Интересный состав у Шальки. Хотя бы здесь они идут выше своих возможностей. Ну что же, Арминия против Шальки. Поехали. Шухо Арена. Арминия сегодня принимает Шальки. Интересный сегодня у нас ожидает матч, в котором мы, к сожалению, не в стартовом составе. Но мы в заявке. Это уже главное. Давайте посмотрим, как сыграет Артега Морена на воротах. Ну что же, первый матч. У нас нулевая ничья. Главное, что мы потихонечку набираем очки. А Артега Морена отыграл на ноль. Поздравляем его с этим. Два удара даже мы смогли нанести. Шальки не пробивали поворотом. Ну и лучшим игроком стал Анастасич из Шальки. Центральный защитник. Поздравляю его с этим. После 21 тура мы все так же на 18 строчке. У нас 6 очков отставания до Штутгарда. Ну а после вот этой ничьей из Шальки, Шальки вообще не изменили свое турнирное положение. У меня все так же 70 рейтинг и средняя оценка 5,7. Итак, сегодня мы в старте. Играем на выезде против Фрайбурга. Они идут даже выше, чем Шальки. Шестая строчка. Вот так да. Но посмотрим, что из этого у нас выйдет. Вот такой вот у нас состав. Такой вот состав. У Фрайбурга у них, кстати, играет Тиль из Спартака. Нам хорошо известный, знакомый. Все. Вот таким стал мы выходим. Фрайбург против Армении. Поехали. Итак, Шварцвальд Стадион. Я надеюсь, я правильно прочитал. Но не суть. Вот Фрайбург сегодня принимает Армению. Мы идем на самом последнем месте, друзья. Получили мы в прошлом выпуске также предложение, кто не видел. Из чемпионата Франции. Поэтому я не знаю, что на этот счет сказать. Для меня Бундеслига намного круче, чем чемпионат Франции. Это даже и по таблице коэффициентов вроде тоже так же понятно. Но все равно. Я решил остаться в Армении. Если что, перейдем лучше в какую-нибудь команду из Бундеслиги. Но как-то менять сейчас чемпионат, тем более переходить в такую же, мне кажется, по уровню команду нет смысла. Я могу перейти, а у Армении от этого начнется только все лучше. А у нас все хуже, поэтому я, пожалуй, отказался. Ой-ой-ой, как накрыли-то, а вот здесь вот уже не накрыли. Ну, тут прям, ну, это Тиль забивает, которого я и отметил перед этим матчем. 41-го минута гусь Тиль забивает. Дайте я просто посмотрю этот момент. Вот здесь, да, этот момент, естественно, сейчас помним. Был удар, накрыли. Ну, а здесь, ну, прям шикарно. Из-под защитника, причем еще пробивали, мне не видно было. И в самую шестерку кладет ударом вверхом. Вот здесь мы можем посмотреть. Вот, ну, из-под защитника, прям, и в самую шестерку от штанги. Ну что же, пропускаем почти перед самым перерывом. Теперь будет очень трудно выйти Армении вперед во втором тайме. Ой-ой-ой-ой, ну, здесь прям в меня удар шел, поэтому моей заслуги здесь нету. Это просто игрок. Так, пробил неудачно. Отлично, ну, здесь мы уже намертво берем. Все, один-одинешеник наш стоит впереди. Только вперед, надо обязательно забивать, сравнивать. И все, заканчивается у нас матч. Минимальное поражение на выезде. Из-за одного вот этого вот удара от Тиля мы проигрываем. Ноль ударов у нас даже поворотом, но Фрайбург нанес целых пять. Мы пропустили всего лишь один. У меня оценка 6-0. Тиля, естественно, игрок матча, что у нас по личным записям у нас из вот этих пяти ударов два было сейва. Ну, я не знаю, что сказать. Неплохо, неплохо. Но все равно надо на Сухарином. Всегда. Иначе хороших результатов нам не достичь. После этого поражения мы на 18-й все так же строчке. Отставание все так же в 6 очков до Штутгарта. А Фрайбургу эта победа просто ничего не дала. Вот, наверное, если бы поражение, они бы ниже там спустились. 70-й все так же у меня рейтинг. 5,7 средняя оценка. Команда Армения разучилась побеждать. Команда Армения слишком много игр. 21 игру, но потому что 21 тур не выигрывала и потеряла все шансы на титул. Главный тренер прокомментировал эту ситуацию. Но я же не могу просто придумать безотказную формулу победы, правда? Но все равно должен. Нам нужно собраться всем тренерским штабом и на следующей игры внести необходимые коррективы. Так, сегодня мы в старте. А у нас домашняя игра против Ливеркузенского Байера, которые идут сейчас, между прочим, на второй строчке. Которые борются вместе с Дортмундской Боруссией, можно так сказать, за вторую строчку. Единогласную, там, матч за 6 очков сейчас будет. Поэтому давайте посмотрим. Играем дома, напоминаю, у них голкипер Гриль, кстати, а не Городецкий. Поэтому, мне кажется, тут шансом этим можно пользоваться. Голкипер даже лучше меня. Поэтому посмотрим. Мы играли вроде против Ливеркузенского Байера. Уже, естественно, тут второй круг как бы идет. Поэтому я не помню на самом деле. Могу, конечно, посмотреть, но не стоит. Поэтому долго. Вдруг это еще не я там даже играл. Поэтому Армения против Ливеркузенского Байера. Так, поехали. Итак, Шуху-Арена. Армения против Ливеркузенского Байера. Снова мы собрались в кругу. Поможет нам это или нет, я честно не знаю. Но посмотрим. В любом случае, играем от атаки. Как и Ливеркузенский Байер. Поэтому сейчас главное не пропустить. Этот важный тот самый момент. Настрой должен быть запредельный. Мы уже точно не станем чемпионами. Это было очевидно. Но в любом случае, побеждать нужно. Отлично. Первый удар потащили. Но это было понятно. Там дальние просто накрывали наши же игроки. Поэтому можно было быть спокойным за дальний угол. И поэтому я решился ближний закрывать. Подбор за Байером. Так, ну здесь спокойно и намертво. Ой-ой-ой, потащили. Ну а здесь вынос. Отлично, ребята. Молодцы, молодцы. Отлично. Прямо из перекладины выбиваем мяч. Ну а это гол. Ну как вот это вот обидно. Надо на 94-й минуте пропустить. Паулинию нам забивает. Смотрим на этот момент. Я не знаю, зачем я вообще здесь кулаками выбивал. Мяч вроде вообще мимо шел. Но как-то он так выбил еще из-под сетки. Здесь я не знаю. Меня смутил вот этот вот Аларио, я так понимаю. Да, 13-й номер. Ну и все. Мы могли сейчас становиться игроками матча. Потому что сыграли бы в ничью. И мы сделали очень много спасений. Но вот так вот пропустили. Единственный удар. Который вот действительно мы пропустили. Паулинию. 94-я минута. 1-0. Вторая строчка обыгрывает последнюю 18-ю. 5 ударов. 4 в створ. У меня оценка 6-0. И вот Паулинию стал игроком матча. А мог становиться я. У меня было 3 сейва. Сделал бы сейчас еще один. Все было бы вообще замечательно. 4 было бы сейва из 4-х. Но мы снова вот проигрываем дома. Итак, мы на 18-м месте. Все так же у нас 6 очков отставания до Штутгарта. А Ливеркузинский Байер все так же наравне держится с Боруссией. То есть им эта победа просто была нужна, чтобы остаться на втором месте. У меня 70-й рейтинг. Оценка у меня теперь средней 5-8 за матч. Так, ну сегодня мы снова в стартовом составе. Играем, кстати, на выезде против Боруссии Мюнхен-Гладбах. Который идет на 4-м месте. Который будет, наверное, бороться. За это 4-е место очень далеко здесь. До 3-го им. В целых 10 очков отставания. Поэтому снова играем против топ-5 команд. Два матча подряд. Ну что же. Ливеркузинский Байер забрал свои очки. Вот такой вот состав у Мюнхен-Гладбахской Боруссии. У нас вот такой. Поэтому я надеюсь, у нас все получится. Боруссия Мюнхен-Гладбах против Армении. Поехали. Итак, стадион Айм Боруссия Парк. Ну, Боруссия Парк чаще всего называют стадионом Боруссии Мюнхен-Гладбах. Боруссия принимает сегодня Армению. 16-я строчка играет против 4-й. Еле-еле могли вытянуть матч с Ливеркузинским Байером. К сожалению, вот не получилось у нас. Играем этот матч. Начинаем от нейтралочки, так сказать. Но Боруссия идет в атаку с первых минут. Так, отлично. Этот удар мы потащили. Будет угловой. И опасный момент. Ну, отлично. Нижний угол мы прям держали. Отлично. Здесь один прям стоял. Наш левый вингер. Ну и опять же мы вернулись к обороне. Ну, зачем все это было тогда? Зачем я так хорошо вводил? Опа, все. Спокойненько, ребята, все. Идем, 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 идем. Ну, вот опять же, не один. И опять же, не точная передача. Вот это вот вбрасывание мое. Выносом, наверное, буду в следующие разы выносить прям. Чтобы наверняка. И все, друзья. Отлично. Ничья на Боруссии парк. Фух. К себе мы можем снова статистику добавить. Что отыграли мы на ноль. Тем более еще и на выезде. Это вообще замечательно. При чужих трибунах. Интересно сейчас, кто станет игроком матча. Пять ударов, два в створ. Элведи, причем центральный защитник от Боруссии, стал лучшим игроком. У меня оценка 6.0. Посмотрим, что у нас по статистике. Кстати, три сейва я сделал. Хоть и два удара было. А в створ сделал три сейва как-то. Ну, вот такая вот у нас ситуация. Ну что же, после этой ничьи у нас 7 очков. Пять очков теперь уже отставания до Штуткарта. А Боруссия из-за этой ничьей понизилась. В четвертой строчке упала на пятую. У меня все так же 70 рейтинг и средняя оценка 5.8. Итак, мы сегодня в старте. Армения против Айнтрахта. Ну что же, домашняя у нас игра против Айнтрахта. Они идут сейчас на 20... На 26-й, говорю. У них 26 очков. Они идут на 13-й строчке. То есть, ну вот команды, наверное, я не знаю, как вам сказать. Десятка, наверное. Вот что ниже 10-ти. Вот это, мне кажется, это наш уровень. Вот, шальки те же, мне кажется, мы можем. Если даже против шальки там Артега Морена хорошо отыграл на ноль, то и мы должны, мне кажется, на сухую игру вывести. Поэтому давайте посмотрим. Играем мы в любом случае дома. Трап у них на воротах. Вот такой вот у них интересный состав. Мы готовы. Домашняя игра. Армения против Айнтрахта. Поехали. Итак, Шуха-Арена, которая стала для нас действительно уже домашней. Мы играем все-таки, не бросаем эту команду. Хотя могли уйти во Францию. В команду, которая хотя бы один матч довыиграла в Лиге 1. Но мы решили остаться в Армении. По крайней мере, до конца сезона. А там посмотрим, какие если будут хорошие действительно прям предложения. Мне не деньги именно интересуют, а команды, от которых будут приходить предложения. Я бы постарался остаться, конечно, в Бундеслиге. Если будут действительно хорошие команды, от интересных команд из другой Лиги, я перейду. Но хотелось бы все-таки в Бундеслиге мне остаться, как-нибудь тут закрепиться. Показать, что я хороший игрок в чемпионате Германии. А вот так вот сразу же менять чемпионат, мне кажется, было бы не очень красиво и интересно. Но в любом случае, интриги мы бы подбавили к нашей карьере. Так, отлично. Ну как-то так отбили, я не знаю, засчитают ли это за сейв. Но сейчас будет все равно опасный момент, это вбрасывание от Айнтрахта. Опять выбиваем это кулаком. Возвращаемся, возвращаемся быстрее на позицию. Так, здесь спокойно. И опасно какой, ну удары. Я, скорее всего, отбил свои ворота сейчас. Забивает нам пассиенция. Надо смотреть, надо смотреть. Удар я потащил даже вроде, ну, свои ворота, походу, я забил. Надо смотреть. Да, сквозь руки мяч проходит. Не знаю, здесь еще ошибка. Я понимал, куда он будет бить. Где-то, да, действительно, надо было, может, чуть раньше сюда прям смещаться. Ну, сквозь руки действительно мяч проходит. И мы проигрываем сейчас со счетом 1-0. И все, заканчивается у нас матч. Айнтрахт побеждает на выезде со счетом 1-0. Вот этот вот удар, ну, действительно, многие будут говорить, что это действительно мои ошибки. Я и сам могу это признать. Ну, вот действительно, смотрите, один удар в створ. Я его не потащил. Сквозь руки он проходит. Ни одного сейва у меня не было. То есть могли здесь действительно играть в ничью. Ну, у меня еще и оценка 5-5. Ну, это плохо для меня. У меня средняя там 5-8 вроде. Ну, мы проигрываем 25-й тур. Мы все так же без побед. Вот у нас 7 очков. 6 очков у нас теперь отставания до Штуткарта. Они сыграли, скорее всего, там в ничью. Айнтрахт поднялся на 10-ю строчку после этой победы. У меня средняя оценка 5-8. Рейтинг 70. Итак, мы сегодня в старте. У нас выездная игра против Майнца. Они идут на 9-й из них строчки. Практически уровень Айнтрахта, как мы видим. Поэтому будем сейчас смотреть. Либо действительно это из-за моей ошибки мы потеряли очки. Либо мы такого уровня команды просто не можем вывести. Поэтому посмотрим, как мы сегодня отыграем. Флориан Мюллер. Мне очень нравится этот голкипер из Майнца. Постоянно его брал в FIFA в карьеры всякие. И сейчас он играет против нас. Наш состав вы, естественно, знаете. Все. Мы начинаем. Выездная игра. Майнц против Армении. Поехали. Итак, Opel Arena. Майнц принимает сегодня Армению. Интересно, нас действительно сегодня ожидает матч. В последней игре такой курьезный гол мы пропустили, к сожалению. Посмотрим, как сегодня мы начнем. Играют обе команды от обороны. Начинают. Посмотрим. Отлично. Сейв прям точно в руки нам. Отлично засейвили эту подачу. Опасный момент. Это вроде первый вообще удар в створ был от Майнца. Надо, надо бежать. Теперь у нас обе команды играют от атаки. Все отлично. Нулевая ничья на выезде против Майнца. Действительно, мне кажется, сейчас здесь будет очень хорошая для нас статистика. Потому что я видел, много времени мы владели мечом. 51%. Но на самом деле очень много. Просто, наверное, потом Майнц как-то поджал. И лучшим игроком стал защитник. Не Ахате. Наверное так, не Ахате. Защитник Майнца. У меня оценка 6.5. Что тоже не может не радовать. Один сейф у меня при единственном ударе по нашим воротам. Итак, наша очередная ничья после 26 туров. У нас 7. Нет, извините, не 7, 6. 6 все так же очков отставания до Штутгарта. Благодаря этой ничьей Майнц все так же остается на девятой строчке. Никто ее оттуда не сдвинул. И сами они не поднялись. У меня 70 рейтинг. Оценка все так же 5.8. Итак, сегодня мы в старте. И посмотрите, какая у нас концовка сегодняшнего выпуска. Мы играем против первой строчки. Ну и третьей. Сейчас у нас выездная игра против Баруси и Дортмунд. Очень будет опасно. У них, правда, хит на воротах. Но все равно он круче нас даже. Вот такой вот состав у Баруси. Вот такой вот состав у нас. Мы заряжены. Армения против Баруси. Поехали. Итак, Шуха-Арена. Армения принимает Дортмундскую Баруси. Третья строчка чемпионата против 18. Место будет очень жарко. Мы начинаем матч от обороны. Баруси, естественно, от атаки. Но мы посмотрим, что из этого вообще выйдет. Ой-ой-ой. Ну здесь нам забивает Аксель Вицель. Третья восьмая минута. Просто, ну вот, Баруси одожала. Вот честно. Они сейчас очень долго здесь пасовались, контролировали игру. Ну и все. Даже если бы и вовремя среагировал, вряд ли бы мы бы и я отбил этот удар. И это 2-0. Вот этот удар просто из-под защитника я даже ничего бы не сделал. Марко Ройс забивает. Что-то я думаю, у него есть фейс. Оказывается, нет. Но мы пропускаем второй мяч. Дождь пошел еще. Давно мы, кстати, не пропускали с вами два мяча. Но вот настигла нам эта вот участь. Два мяча пропускаем дома от Баруси. Как будем играть против Баварии, пока что представить трудно. Так, ну вот этот удар, вот вид цели... Нет, дилей не пробивал. Мы намертво забираем. И сразу же на вынос. Потому что нам надо забивать, говорят. И все, заканчивается матч. Домашнее поражение со счетом 2-0. Давно мы не проигрывали со счетом 2-0. Обидно, конечно. 4 удара, 3 в створ. 2 мы пропустили. 5,5 у меня оценка. Что у меня по сейвам? 1 сейв всего лишь. Ну, это было уже после двух пропущенных, к сожалению. Баруси, я благодаря этой победе ничего сильно не достигли. У них все так же третье место. У нас отставание теперь до 17 строчки в 7 очков. 70-й рейтинг. 5,8 у меня оценка. Ну что ж, сейчас у нас последняя игра в сегодняшнем выпуске. Играем мы против Баварии. На выезде. Вообще будет интересно. На Альянс Стадиум поиграть. Первая строчка играет против 18-й. У нас сколько здесь очков вообще? 59 очков отставания у нас до Баварии. Вот понимаете, сейчас я могу кое-чего вам показать. 59 очков. То есть, если бы мы ушли бы и отдали бы свои очки Баруси Токну, то они бы только догнали. Вы понимаете, какое здесь отставание? У Баруси Дортмунд отставание до первого места столько же, сколько набрала 18-я команда в Бундеслиге. Ну это просто жесть. Итак, мы еще и в стартовом составе. Мы проиграли вроде 4-0 последний раз Баварии. Поэтому мы готовы, наверное, морально к этой игре. У них самый стартовый состав. Ну вот кроме Нойера на воротах. Кроме Санне в старте. Кимиха. Вот. Остальные прям здесь все самые лучшие. Ну что же, посмотрим. Бавария против Армении. Поехали. Замечательный стадион в городе Мюнхене. Либо на окраине Мюнхена. Альянс Арена. Замечательный стадион. Мюнхенской Баварии. Вот они здесь фотографируются. Нас не будут, наверное, вообще даже показывать. Все, вот они. Вот они мы. Жаль, что не показали, как мы выходим из-под трибунного помещения. Мне бы очень хотелось посмотреть, как наш Хорват в под трибунке. На Альянс Арене находится. Ну, стадион замечательный. Стадион замечательный. И главное, не словить какой-то здесь мандраж, а играть в свой привычный футбол. Еще на один угловой мы выбиваем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это сейв. Толесо здесь в ближний угол пробивал. Но у меня как-то получилось. Слава богу, не ворота забил. Спокойно. В перекладину попадает, но и добивание. Но почему никого нету-то здесь? Альфонсо Дэвис забивает. Двадцатая минута. Ну, видят же защитники, что я вышел на выручку. И никто. Хотя здесь именно двое стояли на этой траектории мяча. Снова мы пропускаем от Баварии. Ну, отлично. Первый момент отбили, который был у нас возможен. Ну, хотя бы один-ой. 70% владения за Баварией. Ну, и пропускаем второй. Левандовский забивает. 60-я минута матча. Защитник здесь. Я просто не понимаю, зачем было куда-то назад так выбивать. Просто втроем зажали. Здесь Миллер, Горецко и Дэвис вроде. На левом же здесь как-то так они зажали. И мы пропускаем снова. Снова два мяча подряд в конце выпуска. Причем от Баруси и от Баварии. Отлично потащил выход 1 на 1 на последних минутах. Супер. Но вот этот вот выход не очень сейчас понравился. Было очевидно, куда он будет пробивать. Я остался влево, но руки прыгнул руками вправо. Поэтому нормально. Ну, правда 2-0. Снова пропускаем два мяча. От Баруси и от Баварии. Вот это серьезный прям соперник. Даже по воротам смогли один раз в створ пробить. У меня оценка 6-0. То есть я не знаю, плохо это или хорошо. Три сейва я сделал из шести ударов по воротам. И два всего лишь пропустил. Так, после 28-го тура мы на 8 очков отстаем до Штуткарда. Вот победа Баварии. Все так же они остаются на первом месте. 70-й рейтинг у меня. 5,8 средняя оценка. Ну что же, мы заканчиваем сегодня с вами этот выпуск. Мы все так же на 18-й строчке. Следующий выпуск у нас будет, скорее всего, концовка первого сезона. Поэтому, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. А с вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok